В голове моей опилки не беда, весело напевал Винни-Пух во всеми любимом мультике. И те же слова насвистывает цензор московского СИЗО 5, невозмутимо выкидывая и, кажется, даже не особо читая половину моих исходящих писем. Привет, это Дима. Прошу простить, я тоже долго не писал, делать это было сложнее, чем можно подумать. За прошедший месяц цензура разворачивала письма о ремонте у меня в камере, об освобождении моих соседей, о книгах, которые я читаю, о других совершенно бытовых вещах. И даже бланк, исписанный весь одним единственным словом «цензура» цензуру не прошел. Я бы, конечно, подумал, что это политическая акция, если бы с такими же проблемами не столкнулись мои соседи. Во входящих им то и дело замазывали случайные слова, как будто выполняя план по количеству вычеркиваний, а исходящие не пускают большими фрагментами или целыми листами. Моя любимая история. Сосед написал жене список продуктов, которые просят заказать ему в магазине, и получил ответ. Дорогой, не поняла, что ты просил заказать? Весь список замазан. Нет, это не политическая акция, это какой-то абстрактный арт-перформанс. Несмотря на эти помехи в моем основном канале связи, я все так же рад вашим письмам, на которые я не оставляю попыток вам отвечать. А по каждому известному мне случаю непрохождения цензуры, подаю жалобу. Так что если мой ответ до вас не дошел, пожалуйста, дайте мне знать об этом, указав номера заблокированных бланков в следующем письме или отправив их в бота в канале. Нет цензуре, нет войне. Продолжение следует...